Вода в деревне Воронина на улице Центральной есть только в колонках. Уже неделю почти в сотни домов из крана она не бежит. С флягами людям приходится ходить больше полукилометра. Для деревенских это настоящая беда. Ведь вода нужна, чтобы напоить скотину и полить огород. Мне для коровы нужно 5 ведер воды. 5 ведер. Одной коровы. У меня коровы и 2 быка. Еще овечки и гуси. Они тоже хотят пить все. И козы. Каждому минимум нужно из мелкого скота по ведру. Это я только буду целый день таскать воду. Огурцы засохли. Все засохли. Вон посмотрите идите. Вообще там нечем полить абсолютно. Помочь нечем. Ягода вся высохла. Они сделали выход с положения. Здесь обрезали, туда подключились к той башне. А сюда надо насос ставить. Воды нет, потому что сгорел насос, объясняют управляющей компанией консоль, которая обслуживает дома в деревне. И тут начинается целая эпопея. Отремонтировать насос может только специальная организация. А у нее в начале недели сломалась машина. Без нее насос не вытащить, а значит и не починить. Там насос и много крыльчаток. Крыльчатки срезал, она вот журчит, а башню не поднимает. Надо менять. Все дело было из-за машины, из-за их вышки. Вышка бы была в понедельник, они им позвонишь. Сегодня позвонил, они завтра приезжают. Но приехать еще не значит сделать. По словам директора консоли, сегодня, например, машина была. Но проехать к водонапорной башне не смогла. Теперь ждут другую. Следователь сантехники дежурит у башни с самого утра. Насос вот, вот насос. Его надо вытаскивать. Так и ходят вокруг водонапорной башни кругами и разводят руками. А людям обещают, завтра все будет. И так уже неделю. Я звоню в администрацию, мне говорят, ждите, сегодня будем делать. Вечер проходит, нету. А на следующий день опять звоню, нету. В управляющей компании в очередной раз заверили, сегодня вода будет. Деревенским ничего не остается, как ждать и ходить на колонку по 10 раз на дню.